Предприниматель – это не профессия, это призвание. Интервью о бизнесе для деловых людей. Серии программ «Ты предприниматель». Добрый день, в эфире программа «Ты предприниматель». У микрофона работает Светлана Занько. В гостях у меня коммерческий директор компании «Сельский дом» Наталья Юрьевна Яговкина. Наталья Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Мы работаем полчаса, и в этой программе мы знакомим наших слушателей с историями разных компаний, в основном представителям малого и среднего бизнеса. И так счастливо случилось в этом году, что мы очень много приобрели знакомств и друзей, и контактов в молочной отрасли. Все, что касается производства молока, вот все-таки не зря, наверное, наш губернатор Игорь Васильев как-то этой темой занялся. Мы смотрим, что активизировались и сами производители молока, и производители кормов для животных, и производители оборудования. И в данном случае, когда мы говорим о компании «Сельский дом», мы как раз и говорим о компании, которая занимается проектированием, поставкой оборудования, кормовыми добавками, сервисным обслуживанием. В общем, мы когда разговаривали вчера с Натальей Юрьевной, я поняла, что это такая узкоспециализированная, но очень высококвалифицированная команда людей, которые с ноля разрабатывают практически ферму, обучают персонал, поставляют оборудование от и до. И мало того, тогда уже, когда ферма заработает, сопровождает ее работу, потому что таких узких специалистов у нас очень мало. И как мы выясним, и об этом поговорим еще, мы выяснили уже, что больше их не становится, к сожалению, а задачи такие есть, задачи у нас масштабные, вот эта компания очень редкая. Ну, наверное, в своем роде, уж в нашем регионе единственная компания «Сельский дом». Вот подробно мы сейчас пойдем по всем этим частям, а начнем, наверное, мы, Наталья Юрьевна, все-таки с остановления компаний. Вы, насколько я знаю, с 99-го года в этой отрасли. Как все начиналось? Да, Светлана, все правильно вы поняли. О нашей компании, о ее предназначении. Работаю я с 1999 года. Попала, можно сказать, в эту отрасль случайно. Занималась до этого, вообще я по специальности инженер-строитель, закончила Кировский политехнический институт. Так сложилась судьба, что я работала в отделе рекламы Кирово-Чапецкого химического комбината, группа, которая в 1994 году благополучно закрылась, и пришлось идти в поиск. Поскольку человек творческий, нужно было найти работу, подходящую для своего характера. И я отправилась в сторону рекламы, в сторону своей деятельности. И реклама эта постепенно меня вывела на поставщиков оборудования. Но склонность была всегда к такой промышленной работе. Поскольку вы же инженер. Да, поскольку инженер, вот голова работала в этом направлении. И жизнь меня свела с французами и с немцами, которые вложили большой вклад в мое становление, в образование. То есть мы много учились в Германии, много учились в Голландии, много учились во Франции на заводах, которые производят оборудование для молока. Мы – это уже те люди, которые в итоге попали в вашу компанию. Да, которые попали в компанию. Поскольку территориально, значит, я находилась в городе Кирове, было как-то немного страшно. Думаю, регион у нас еще, работу такую никто не проводил в области молочного животноводства. Но, в общем-то, наши европейские учителя, они говорят, какая разница сейчас, где жить. Сейчас все средства информации существуют. А это было в 90-е. Да, это было в 90-е годы. И, в общем-то, я так окунулась смело, ничего особенно не понимая в сельском хозяйстве. Но, имея, так сказать, опыт обучения на заводах, и мы много посещали ферм и хозяйств в Европе, и я убедилась в том, что действительно оборудование хорошее, оборудование надежное, и его в России нет, а оно востребовано уже было. И, так сказать, смело окунулась в эту деятельность. Надо сказать, что, конечно, поддержали местные сельхозтоваропроизводители. Это племнозавод «Октябрьский». Росляков Николай Николаевич, он такой молодец. Это в самом начале. Да, в самом начале, когда ему показали, значит, свозили на завод, показали, что это за оборудование. Это танки для охлаждения молока сначала были автоматически. Это бочки такие. Танки – это бочки. Когда я… Был такой случай, хожу в ЦУМе, мне прозвучал телефон, и я отвечаю, вас интересуют танки. На меня полмагазина, наверное, оглянулась. Сказали, о, девушка из военной промышленности. Танк – это с немецкого емкость, и, в общем, так это закрепилось на российском рынке. Танки – это танки, охладители молока. И вот Росляков Николай Николаевич, плюс Нин Виктор Борисович, это Кирово-Чепецкий молочный завод, Сураев Василий Куприянович. Все передовики. Да, все передовики и по тем временам, и сегодня. Надо сказать, что передовики не просто по показателям, а люди передовой мыслью отличающиеся, прогрессивные. Да, да, прогрессивные. У них, понимаете, есть настолько тонкая интуиция и чутьё на всё новое, и то, что требуется, ещё люди не понимают в основной массе, а они уже поняли, зацепились, и вот развитие пошло в этом направлении. Танки стали поставлять и в другие хозяйства, потому что, на самом деле, молоко охлаждать – это, так сказать, очень важный момент для переработки. Переработчики вкладывались, значит, финансово в эти проекты. Сельхозтоваропроизводители рассчитывались молоком, денег тогда особенно не было. И опять же, вот Николай Николаевич Росляков и говорит, «Эх, Наталья, нам теперь нужна доильная система». А, они сами подкидывали вам идеи. Сами подкидывали идеи. Хорошо, Николай Николаевич, будет вам дойка. И вот в 2002 году мы установили первую линейную доильную установку производства САК «Эссокристенсен Дания». И я помню, у меня сохранились фотографии, когда собрали представительства со всей области, мы открывали торжественно эту дойку на 200 голов. Люди стоят и смотрят такими глазами радостными, как будто это перед ними сейчас, допустим, какой-то… Как будто электричество пришло в деревню. Да, как будто это, как на робот. Вот сейчас на роботы так смотрят, на доильные. А тогда смотрели, просто обыкновенная стационарная линейная доильная установка, но выполнена по всем правилам и параметрам европейских требований к молоку. В общем, вот были такие времена. С этого начиналось. Сколько человек тогда уже было в компании? Тогда в компании работало три человека. Три человека всего? Три человека, да, здесь, в Кирове. Сейчас в компании «Сельский дом» 12 человек. И этого достаточно? На сегодняшний момент достаточно, так как рынок у нас, в общем-то, достаточно конкурентный. У нас большая высокая конкуренция, но мы своими силами, вот этими 12 человеками, нам хватает охватить рынок. В основном мы работаем на кировском рынке. Но есть у нас клиенты в Тюменской области, в Пермском крае, в Республике Коми, в Оренбургской области, в Республике Северная Осетия. Вот по Северной Осетии хочу особенно сказать, что мы работаем с агропромышленным холдингом «Мастер Прайм Березка». У них сейчас очень большие планы и средства выделены на развитие. Это республиканский проект. Да, это республиканский проект. Выделены уже средства. Проект у нас уже готов. В общем, там на 1200 дойного стада полностью роботизированное доение. В общем, Кавказ... Что такое полностью роботизированное доение? То есть доение происходит без людей с помощью доильных роботов. Конечно, люди будут все равно оставаться основным звеном работы на ферме. Сейчас, в настоящий момент, очень остро стоит вопрос со специалистами. Какие бы роботы ни были, как бы в космос ни летали, коров надо накормить правильно и правильно их лечить. А мы к этому сейчас перейдем. Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте все-таки про Северную Осетию еще скажем. Потому что проект действительно очень значимый. И я понимаю уровень вашей ответственности. Если это проект, имеющий республиканское значение, значит и требования, и задачи стояли очень серьезные. Что вы делали для этого проекта? Этот проект рождался у нас в течение пяти лет. То есть у нас мы делали проект, разработали с проектной организацией. Значит, мы много решали. Сама собственница Бекузарова Лариса Хасановна, она долго не решалась на роботы. Но поняла, что все-таки в сельском хозяйстве специалистов людей очень мало, не хватает. И она решилась на этот, в общем-то, такой проект. Ну, правительство поддержало, она встречалась с Путиным. Вот Путин сказал, да, Кавказу молоко нужно. Там причем очень люди питаются правильно, в отличие от нас, от нашего региона. Там едят больше свежего всего. И сырые. То есть у нас сырые, натуральные продукты, хорошее сливочное масло. У нее своя торговая сеть. Так вот, я очень была удивлена, что тех объемов, почему она стала расти, им не хватает молока хорошего. Она сама микробиолог, переработчик молока. Она знает толк в этом. У нее стадо монбильярдов, это французские коровы, которые дают правильное молоко, сыропригодное. Она делает великолепные сыры. Вот люди записываются в магазинах в очередь за ее сливочным маслом. Как правило, это масло идет для детей и больных людей. Ой, какие красивые коровы. Я сейчас открываю монбильярдов. Монбильярдов. Да, монбильярды очень красивые. Это очень красивые такие коровы, рябые, очень мощные коровы. А еще я советую всем, кто нас слушает, в интернете набрать доильные роботы и посмотреть, что это просто космос какой-то. Это как космический корабль. И там такие космонавты-коровы. И вообще нет людей. Это потрясающе совершенно выглядит, конечно. Были мы в Голландии. В прошлом году, нет, в позапрошлом году мы ездили, возили группу с Кировской области, людей, которые интересуются роботами. А кто интересуется? А интересуются у нас, мы ездили, Октябрьский с нами был, был Березняковский. И люди, специалисты с Республики Коми. Вот мы были на заводе роботов САК. Мы смотрели фермы. И фермы, конечно, великолепны. Допустим, ферма на 400, 500, 600 голов. Заходишь, тишина, работают машины тихонько, ничего не слышно. Коровый свободный выпас. Это системы добровольного доения. То есть, когда она захотела... Она сама знает, куда идти. Она с этого зелёного лужка идёт, доильный робот заходит, получает порцию лакомства. В это время робот забирает у неё молочко, и она довольна, идёт обратно. Какие-то чудеса вы рассказываете. Там никто не кричит, не стучит, не шумит, не ругается. Зорьку не загоняют. Да, зорьку в стойло не загоняют. Это система добровольного доения. И корова совершенно спокойна. Да. Чтобы закончить Северная Осетия, всё-таки даже не на 500, не на 600 голов, 1200 голов, 5 лет длился проект. Он уже работает, он уже запущен? Нет, сейчас начинается этим летом, с июля месяца, начинается строительство. То есть, проект будет осуществлён в течение трёх лет. Ещё только стройка? Да, стройка, потому что эта ферма подразумевает полностью со всем шлейфом. То есть, там на 3000 голов коры. Даже будет на 3000 голов. Да, там всё. Там то, что начинается от родильного отделения, зона воспитания и выращивания молодняка и дойное стадо. Это всё вы проектировали? Ну, нет, это проектная организация. С проектной организацией, но с вашими специалистами. Да, с нашей технологией. С вашей технологией. Когда будет построено... То есть, вот три года у вас будет какой-то надзор за этим проектом? То есть, вы ещё и надзор заискиваете? Да, мы, да. А в дальнейшем, при работе фермы требуется ли консультация ваших специалистов? Конечно. Мы будем осуществлять сервисные работы. Мы будем выезжать туда, контролировать, выдерживаются ли все технологические нормы. Ну и вообще, мы дружим с этой семьёй Микузаровых. Я думаю, что наши контакты будут в дальнейшем ещё дальше развиваться. Вот это хорошо, что мы, например, из Северной Осетии показали, как реализуется, и даже в какие сроки важно это было показать, что это не какое-то быстрое решение. Это серьёзный большой процесс, как реализуется строительство от задумки до запуска современной фермы. И когда мы говорим о таких высоких технологиях, это ещё раз подчёркивает то, какого высокого уровня специалиста работает в вашей компании. Вы сказали, что вы совместно с подрядчиками, проектными организациями, и ваши специалисты начинаете от идеи, заканчивая проектированием, строительством, надзором и сервисом, работаете с предпринимателями, которые занимаются современными фермами. Давайте тогда посмотрим, из чего состоит ваш коллектив, из кого состоит, из каких специалистов. И почему именно этот набор сложился? Во-первых, у нас очень квалифицирована сервисная служба. В сервисной службе работают четыре человека. Они все обучались у нас в компаниях поставщиков оборудования. Это во Франции, в Израиле, в Дании. То есть они все сертифицированы. К сожалению, очень часто приходится это не только в нашей компании, в других компаниях. Людей вкладываешь деньги, обучаешь, они поработают года три и понимают, ага, почему я тут работаю в этой компании. Да, я сам буду начинать работать. Ну, это типичное такое. Типичное, да, для всех. Вот, фактически, каждые три года у нас какая-то ротация кадров идет, в частности сервис. Ну, как правило, люди долго не работают, потому что нужен костяк, нужен коллектив, нужны технологи. Один в поле не воин. Поэтому у нас работают ветврачи, фармацевты работают в ветаптеке, работает бухгалтер главный. Конечно. Гордеева Светлана Геннадьевна, которой мы гордимся. У нее был юбилей вчера, 55 лет ей исполнилось. Вот, работают агроном, работает у нас инженер-строитель. Ну, в общем, наверное, я вам всех перечислила. Сервисников. Что касается инженеров сервиса, это очень высококвалифицированные люди, которые знают компьютерные программы, которые работают полностью с компьютерами, работают с техникой, с электроникой. Они настраивают все оборудование, потому что сейчас как ведь, вот в принципе, мы можем работать, получать, видеть в программе то, что происходит у нас на ферме целиком. Вот это офиким. Нам очень нравится эта программа, разработанная израильскими специалистами. Открываешь, утром приходишь, открываешь программу, она показывает тебе, сколько у тебя больных животных, маститом, китозом, ацетозом, сколько у тебя хромых. Причем конкретно номер животного, который требует внимания человека-специалиста. Подождите, но это-то все устанавливают не роботы, а люди. Это не роботы. Это все. Это оборудование. Это у них, у коров есть датчики, которые фиксируют каждую минуту ее жизни. На коровах. На коровах, на ноге или на шее висит электронный датчик, который фиксирует все ее действия. Сколько она раз ложится, сколько она встает, как она двигается. Значит, на ней номер электронный. То есть она идет на дойку, номер этот коровы определяется, он не сбивается. И мы получаем продуктивность животных. Мы каждую дойку смотрим, сколько утром у нас зорька дала молока, в обед, вечером. Там компьютер, программа все это анализирует. Десять последних, допустим, доек она сравнивает и дает нам СОС, если резко молоко падает или резко молоко пошло вверх. Товарищи специалисты, смотрите, что со мной происходит такое. Со мной все хорошо. И тут выходит специалист. Да, и тут выходит специалист. Человек. Человек. Вот. Почему люди все равно нужны нам на ферме. Нужен ветврач, нужен зооинженер, который решает проблему, как правильно поступить с этой коровой. Правильно ли мы ее накормили, вовремя ли мы накормили. Коровы – это рутинное животное. Рутина, то есть это постоянство. И если мы с животным будем работать в постоянном режиме, в постоянном графике, не сбивая ее, то мы получим хорошие результаты по здоровью, по воспроизводству и по продуктивности. Давайте поговорим как раз о кормлении животных, да, потому что ваши специалисты занимаются также разработками меню, так скажем, для животных. Каковы современные тенденции? Потому что вот я, конечно, в течение нашей программы открываю для себя совершенно новую вселенную. Вот сейчас я вижу этих роботов, хорошо бы, конечно, съездить посмотреть воочию, потому что то, что я вижу в интернете, это какое-то совершенно непостижимое дело. И я понимаю, что и свободный выпас сейчас другой несколько. Это не просто какая-то поляна. Я помню, сама в детстве пастила коров в Белоруссии, и там разные были поля, и кочки всякие, и колючки, и что угодно. Сейчас это другие совершенно луга, на которых пасутся коровы. И кармановые добавки, которые используются, когда нет свободного выпаса, другое время года, например, это тоже современные технологии. И у вас есть специалисты, которые этим занимаются. Я вас разочарую, Светлана. Сейчас коров не пасут. Вообще. Вообще. И так получают мраморное мясо. Пусть оно побольше лежит. Это если мясная порода. Да, потому что коровы высокопродуктивные, у них очень большие вымена, если они будут много ходить, двигаться, они будут травмироваться. Вот поэтому коровы находятся в коровниках. У них есть выгульные площадки, мацион солнечный, они всё равно должны получать. Но коров не пасут. Почему люди и говорят, ну, как сельское хозяйство, говорят, развивается. А мы едем по дороге и нигде не видим. Раньше мы видели коров, а сейчас где они? Ну, вот они все у себя в коровнике. То есть коров не пасут. Тогда ещё более сложная задача, как составить рацион коровы, из чего. Да, это очень ответственно. Я рационы не составляю, но мы всегда говорим, что здоровая корова – это здоровое питание. Накормить корову – это большое искусство. Значит, делаем мы предпочтение на натуральные кормовые добавки. Есть такой продукт, как защищённая соя, защищённый белок. Это белок, который переваривается в правильном месте у коровы. Она получает более полную энергию. И из этого продукта. Продукт изготавливается из сои. Мы в этом году в январе возили большую группу с Кировского молочного комбината. Очень плотно работаем с агрофермами Кировского молочного комбината. Они молодцы. Прямо собрали большую-большую делегацию. Мы посещали Краснодарский край. Мы были на агроферме. У КМК, надо сказать, все свои фермы, более 10 их, но они ещё закупают, потому что завод у них тоже имеет по переработке хорошее оборудование. Они ещё и закупают. Но у них больше 10 собственных ферм тоже. Да. Они развиваются, они покупают новое оборудование. Вот мы были в агроферме «Степь». Это лучшее предприятие по продуктивности животных в России. Они считают продуктивность не на 305 дней, а считают на полный год. И у них продуктивность получается 14 250 литров молока на голову в год. Наталья Юрьевна, что такое 305 дней? 305 дней. Корова даёт молоко, лактационный период коровы, 305 дней. А остальное время, 61 день, она находится на отдыхе. Это момент, когда она ждёт телёнка. То есть перед отёлом. Корову не вдаивают, а ей дают возможность развить нормальный плод. Вот это время не считается в молочной. Но там считают так, что корову они кормят, содержат, поэтому и продуктивность они считают на такой большой период. То есть если на 305 дней пересчитать, там ещё выше продуктивность. Да, ещё выше. И вот они, значит, мы были на заводе в станице Тбилисской Краснодарского края, которая производит вот эти защищённые белки, защищённые шерта. Вот люди посмотрели, какое там производство, чистое, значит, очень оно энергоёмкое, но оно полезно и в Краснодарском крае очень многие предприятия, которые хотят достичь высокого молока, именно применяют защищённые белки. В нашей области тоже применяют защищённые белки не так много. Люди как-то считают, видимо, это не так выгодно, хотя мы по нашим расчётам получаем на голову там 6-5 литров плюсом ежедневно. – Компания «Сельский дом» сегодня в программе «Ты предприниматель». Наталья Юрьевна Яговкина, коммерческий директор компании у нас здесь есть. А вот я сразу, когда это представляю, то, что вы рассказываете, Наталья Юрьевна, я вот думаю, если закрытая ферма, ну вот практически, да, если она безвыпасная, то есть не нужны поля, то, в принципе, не имеет значения, где эта ферма находится, кажется мне. Климатический поезд не важен, регион не важен, потому что можно создать тот микроклимат, который нужно в этом замкнутом пространстве, потому что можно использовать готовые корма, неважно, где они произведены, но привезены здесь, и ты вроде никак не зависишь. То есть очевидно же, что раньше в Краснодарском крае надои или в Альпах надои были выше, чем в Кировской области, где зона не только рискованной земледелия, но и животноводства тоже, потому что здесь у нас и холоднее, и травы там другие и прочее. А сейчас вроде бы у всех равные возможности или нет всё-таки? А вот снова вас разочарую, для коровы самое страшное – это тепловой стресс, это температура, если выше плюс 20 градусов. То есть чем южнее, тем сложнее содержать молочное стадо. Молочное стадо. Да, для них стресс, температура. Вот в Израиле всё равно получают 15 тысяч, но там делают всё для коровы, там и вентиляторы, и водяное охлаждение животных. У нас есть ферма саковская в Якутии. В Якутии содержат коров, получают молоко, завозят корма. Хорошая ферма, 400 голов коров. То есть мы ещё и в лучшем положении находимся. Мы в лучшем положении в Кировской области находимся. У нас, в принципе, если приложить голову агронома хорошую, то можем получить замечательная корма, замечательную силосу. Кстати, вот интересно, не возникла ли идея у кого-нибудь из ваших коллег, с кем вы работаете в Кировской области, построить предприятие по производству вот таких кормовых добавок и сои в Кирове? Ну, соя у нас... Или нет смысла? Нет смысла. Соя должна расти в своём регионе, в Южном. У нас очень сложно... А вот соя всё-таки растёт в Южном. Да, в Южном. Соя, так же, как и подсолнечник, нам сложно, у нас не хватает энергии. И даже сейчас вот мы рекомендуем, допустим, хозяйство закупает кукурузу, мы рекомендуем, пожалуйста, не берите кукурузу в Татарстан, Башкортостан. Там не хватает ещё энергии. Берите кукурузу с Ростова. Где она вызревает. Где она вызревает, где у неё достаточно энергии, чтобы эта энергия перешла к животному через корм. Это же всё исследуется, и определённые параметры каждого корма, они есть. Но это влияет и на цену, соответственно. Ну, в принципе, цена очень близкая, что Башкирия... Просто надо правильно рассчитать. Да, надо правильно рассчитать, надо посмотреть, где взять корма, добавки. Что Вы скажете, Наталья Юрьевна, мы всё-таки движемся по направлению именно к таким фермам, космическим центрам, где коровы роботами обслуживаются, а люди только наблюдают и выходят, что называется, к животному тогда, когда у неё стрессовая ситуация, необходимое вмешательство, например, врача. Я считаю, что да, ближайшая даже перспектива, всё-таки, ближайшая перспектива за роботами. Потому что всё-таки труд дояркий очень тяжёлый. Вот надо вставать рано, работают с водой, с животными, навоз. То есть, как бы тяжело женщинам. Женщины работают. В Европе работают мужчины до эры, в Мексике работают мужчины. У нас женщины традиционно, самый крепкий народ. Всё равно, в ближайшие десятилетия будут появляться именно такие фермы и исчезать фермы старого формата. Они будут реконструкцию проводить на фермах, будут проводить реконструкцию, как когда-то мы переходили на беспривязное содержание. Вот 2004 года мы стали так, наша группа стала активно пропагандировать беспривязное содержание. То есть, раньше же все коровы были на привязи, стояли, доярка подходила к каждому животному. Вот беспривязники, мы им рассказывали очень много, ездили мы, были, где мы только не были. И в Европе были, и в Израиле были, и по Союзу на первых фермах. Ленинградская область, передовики, у меня очень много там знакомых работают, и они самые первые начали переходить в беспривязники, мы к ним ездили. А сейчас они позванивают иногда и спрашивают, как-то вы так по молоку растёте, можно ли к вам приехать в Киров посмотреть? Вот всё, есть доказательства. Наталья Яговкина, это коммерческий директор компании «Сельский дом» в программе «Ты предприниматель». У нас остаётся три минуты до завершения программы, и мы договаривались поговорить вот о чём. С Натальей Юрьевной, когда вчера беседовали достаточно так подробно, и два раза уже сегодня как минимум подчёркивали эту историю. Кадровый вопрос. Кадровый вопрос. И ещё раз, для того, чтобы не только расширять там свою деятельность, для того, чтобы сохранять эту деятельность, мы всё равно должны иметь в виду, что у нас должен быть какой-то кадровый запас, мы понимаем, откуда он поступает и прочее. И здесь, к сожалению, Наталья Юрьевна, кто бы не приходил, из какой бы отрасли не приходил к нам в разные программы, которые посвящены бизнесу, все говорят о том, что очень острая проблема в кадрах. У вас тоже? У нас тоже проблема в кадрах. Даже не столько в сельском доме, как у сельхозтоваропроизводителей. Очень остро нужны ветеринары, очень остро нужны зооинженеры. В прошлом году мне пришлось выступать в академии, в нашей сельскохозяйственной академии, перед курсом, перед старшим выпускным курсом и перед младшим ветеринарной и зооинженерной факультеты. И ребята слушали со вниманием, и что-то записывали, какие-то вопросы были. А вы радовались. А я так радовалась, я так старалась их, значит, заинтересовать. Говорю, посмотрите, сейчас же полностью компьютеры. Сейчас такое производство. Это не как раньше бегали там специалисты с палкой. Сейчас требуется ум, приложение ваших знаний. Всё рассказала за два часа академических. В конце поинтересовалась, скажите, так хорошо слушали, кто из вас пойдёт работать на ферму? Все говорят дружно. Нет, никто не пойдёт. Кошки-собаки. Не стесняясь. Не стесняясь, да, сидит декан, сидят преподаватели. Кошки-собаки. Да, кошки-собаки. Ну вот, наверное, там на задней парте сидел мужчина молодой. Наверное, вы собираетесь, потому что вы прямо досконально всё записывали. Декан улыбнулся, говорит, это наш преподаватель. Поэтому призываю. Работа очень интересная. Специалисты – это штучный товар сейчас. Зарплата хорошая на фермах. Работа интересная. Мир открывается. Сейчас же работаем не только в стране. Работаем ведь со всеми ведущими компаниями мира. Пожалуйста, приходите, интересуйтесь. Приходите к нам в сельский дом. Постажируйтесь. Потом дальше пойдёте работать. Я только это хотела сказать, что это действительно, это совершенно вот эта работа, она позволяет всё объять, весь мир объять, всё узнать. Было бы только желание. Но я думаю, что здесь ещё и большая работа, конечно, преподавательского состава и комиссии по образованию. Вот у нас губернатор Игорь Владимирович Васильев подгруппу рабочую возглавляет при Госсовете по образованию. И он уже не раз говорил об этом. Я думаю, что и здесь, в скором будущем, буквально не за горами, и вам придётся тоже, Наталья Юрьевна, иметь беседу в профессиональном кругу с нашим губернатором по этому поводу, потому что он эти темы будирует, ставит не только на региональном, но и на федеральном уровне. Мы понимаем, что вопрос острый. Но вообще не может не вызывать восхищение ваша работа и ваш путь, который вы прошли. И я лично вам благодарна за то, что вы мне открыли просто глаза на современное производство молочное. И я надеюсь, что когда-нибудь, я так к вам точно приду и посмотрю, как вы работаете. Может быть, куда-нибудь с вами съезжу на одну из таких передовых ферм. Благодарю вас за эфир. До свидания. До свидания. Предприниматель – это не профессия, это призвание. Интервью о бизнесе для деловых людей. В серии программ «Ты – предприниматель».